Ну, то что говорили. Батюшка говорил, как рукополагали. Я тоже один из случаев. Я говорил уже, что мы готовили все три брата, все закончили. Я должен быть первый рукоположен. Ширин у меня подрясник. Я его надел, постоял где-то, может быть, полминуты и снял. Я говорю, нет, это не мое. Закончили, все уже. Домашний преподавал нам кандидат в богословских наук, а сейчас Александр пивоварил. Это не мое. И вот сейчас батюшка говорил, 40 лет. О, вы как Моисей с Аароном. А Моисей с Аароном вели народ 40 лет в пустыне. Понятно как? Аароном стал, когда вывели, до этого он не был священником. Ну да, какая-то аналогия есть. Два брата. Один священник, другой старается людям путь указать как-то. И испытания, и все такое. Когда же я приехал в город Красноярск, позвали меня пещи сделать для проспорта. Русские большие пещи. Ну и тамошний благощинный по Красноярскому краю Бурдин, отец Александр, разговорились. Он говорит, так вообще уж тебя не рукоположил этот Гедеон здесь был. А он мне сказал, большой улуй меня отправить и там рукоположат. А большой улуй это далеко. Потом мы когда развозили, книги и прочее, туда заезжали. Но я молюсь об этом. Лег спать и вижу сон. Какая-то тайга. И лежат вот быка, когда заколет, шкура растягивается, она засыхает такая. На ней кататься можно, ничего не будет, толстая. И кучей лежат вот эти засохшие бычащие шкуры. И мне говорят, выделывай. А я в это время выделывал. Ношу бы сам, чтобы годное было. Овечек держали много и были свои шкуры. Я подошел, вокруг шкуры я говорю, нет, они не подаются выделки. Даже государство ничего с ним не сделает. Я очнулся. А в это время приходит письмо от Гедеона, он архиепистка, потом Ставропольский митрополит стал. Ну, готов? Я говорю, нет. Засохшие бычащие шкуры никто не может выделать. Я ему разъяснил. Он огневался. У него как рукополагать кто? Они приезжают, потом в кочегарке работают. И там года два-три они муржатся еще. А тут я говорю и вы. Да теперь хоть что делать, я не рукоположу вас. Ну, воля Божия. И вот тогда отец Александр говорит, у меня, говорит, отношения там очень хорошие с уполномоченным. Я предлагаю какие кандидатурам всегда так. Давай я позвоню ему. Я говорю, да вряд ли. Ну, давай, он здесь пока и все, сейчас в архиереи. Ну, ладно, давай. Он звонит. Я гляжу на него, он по телефону говорит. Гляжу, лицо меняется у него. Начинает краской наливаться и все. Да. Так. Ну, ладно. Наверное, у него с ним удар какой-то будет. У него как распек. А кто-то будет, он по телефону назвал мое имя. А до этого разговор хороший. Да, разговор идет. А кто будет, откуда? Да из Барнавола Лапкин. И тот на него сразу. Ты думаешь или нет, что ты делаешь? Это ты нас всех под монастырь подведешь. Какой? И дальше он тогда пустил руки. Так я ж я настолько знаю, ничего этого нету. Я говорю, ну я ж тебе говорил. А теперь вот как хорошо, что меня посадили. Иначе бы не было после этого суда. Господь бы не дало выиграть. А рассчитывается в администрации города нечем. И тогда дали вот эти два здания. Привезли. И то Боголюбов привозит меня. Все у Бога вымерено. А мы тогда ходатайствовали планетарий. Там в Рожжевом где-то, как назовем, Меланжевом парке. Но никто не знает, какой храм-то был. Нигде нету. И оказывается, мы уже назвали свой крестовозвиженский. Почему там поднимали крест в лагерь отсюда. Оказывается, крестовозвиженский. Вот не случайно. Я говорю, в своей жизни за 80 лет я не встретил ни одного человека. Кому бы Бог сказал, Игнатий, иди сюда. Слово Игнатий. Ну нету нигде. Вовок этих, даже потеряю Китрое. Это языческое имя Владимир. Он в крещении Василий стал. Ну был Владимир Владимирович, помощник Владимир Николаевич, ну и прочее. А тут, оказывается, был старобрядцев, а мы старобрядцев. Был священник Игнатий Тихонович. Даже Игнатий Тихонович даже в интернете не найти. Это такое, ну может быть, на миллиард где-то можно совместить. А Владимир Николаевич, Баварин, на его место пришел Владимир Николаевич, заместитель. Я пошел в тюрьме начальник Владимир Николаевич. Краевой, так, я хочу сказать о том, что Бог дал создать общину. Кому-то она не нужна. Вот я вижу, одна у нас тут сейчас сестра была. До этого все время убегает домой. Мама больная, мама больная. Мама похоронила. Я сказала, и ты так же будешь убегать. Нет. Она вышла, вот сюда заходит, в тамбур-то, и вдруг, как обожженная, выскочила и сразу куда-то туда. Гляжу, нету. Сейчас посидела маленько, все равно, как говорится, смылась. Трагедия. Человеку не нужна община. Зачем он тратит деньги на башмаки, так далеко ходит? Община это все общее. И общины ни одной практически нету в городе. Это понимают. Вот мы, чтобы кончилась служба, мы сели, вот так разговаривали. Разговаривали, знали нужды. И вы знаете, что мы будем молиться. Слово сказать, только что усатая Наталья в Германии. Она замужем за сирианином, за магометанином. И у нее там четвертый ребенок беременности. Всех оповестила. Отец, игнать и молитесь. Ответ. Пришел 3-700 ребенок. Девочка по календарю аппоринария. И роды, говорит, никогда не были такими свободными, быстрыми. А я, говорит, до этого было, там то воды не отошли. Меня будто колесница пополам разрезала. А тут радуется. А просталась. Нет, уже в интернете сидит. Я не знаю, куда ребенка-то положила. Видите, обращаются к нам люди со всех сторон. Это милость Божия. И вот батюшка тут приводил некоторые примеры. Ну, вот вчера мы ходили на... О, ездили. Вот Игорь Владимирович приехал на машине. Сергей Павлович отвезли нас. Ну, не посчитали, сколько Евангелий. Сергей тащит ящик за ящиком машину. Ну, куда? Мы же на елку ездили там. Ну, нету. Я раздал 20. 20 Евангелий это много. Ну, ладно, давай. Там еще Игорь везет у него есть. Ну, у него есть. И когда мы все раздали до единого, это все кое-что снимали, это надо было видеть. Когда пишет там Сномокузнецкая, Галина говорит, как пирожки горящие только отдавали. Одному дает, там 5 человек руку тянут. А везде вложены были наши визитки. И уже у меня сразу на форуме людей прибавилось. А я вас знаю. А мы каждый день вас там смотрим в интернете. Другой подошел из КГБ, бывший, там поздоровался. Ну, как? Ну, какое у вас здоровье хорошее? Ну, вот кислено православие. Там написано, мне главную помощь оказывал редактор Алтайский государственный университет, газета «За науку». Клименко Владимир Федорович. Он вчера встретился. Он одновременно является редактором газеты «Алтайская миссия». Журнала этого, епархиального. Везде молятся, все. Батюшка говорит. Он приезжал в лагерь, печатал всем вот эти вот 150 тысяч экземпляров только у меня вышло. Благодаря ему. И вчера мы там встретились. Это вообще удивительно. Он там фотографировал, видно для своего журнала. Ну, для церковного журнала. Встречал людей, которых не думал видеть даже никогда. Когда-то, где-то. Даже не могу припомнить. Да вы, наверное, забыли меня. Это все Господь делает. И мы пришли домой, когда был один. Ну, сколько в ящике? Ящиков посчитали там столько. А сколько евангелий нет? А у меня запасные дома лежат. 24, 80 евангелий. Мы тогда в коробку сложили, посмотрели одна коробка. Дальше умножили на 4, умножили на ваши сумки. И получилось так. Близко-близко. 500. Больше или меньше? Да. Хабочая молитва. 500. Такие. Это Господь сделал так. Сколько людей было. И всем говорили, у меня как заклинание им. Поднимай и говорю. По благословению патриарха Кирилла. Это впервые таким тиражом дали. Крупным шрифтом специально для престарелых, для хороших таких ваших глаз. И каждый там, у кого есть. Это Господь так сделал. Ну, я решил тут, когда крестный ход обратно пошел. А мы опоздали маленько, что-то суетятся. До того не люблю, вот когда опаздывают. К слову сказать, нас отец учил. На час раньше на вокзал прийди, хоть где. А здесь что-то, у нас слово такое было, шоперится. То есть, что-то копается там где-то. Приехал уже, крестный ход уже ушел. Уже не наоби. Я говорю, что не надо так. Ну, мы там вначале, Сергей Павлович скорее распечатать я пошел. И когда они обратно пошли, я думаю, ну, и идут, которые. И этим даже и церковникам давал. А Володя от меня отстал, потерял где-то. И в это время священниче с Кичин идут. Посередине там окруженный митрополит идет и крестит всех кистью. Вода летит, то-другое. Ну, я подошел. Он сразу, о! Кисть махнул на меня. Кисть, кажется, отдал. Выступил из середины. Обнял. По церковному, по пасхальному три раза поцеловались. Это вообще. Сам не может улыбку скрыть. Но это не наиграно. Это действительно расположение Божие. Ну, и вот вчера мы так день провели. Один день. А не быть общим. Выехать нехали. Никого кроме нас нету. Мы вне конкуренции идем. До этого были спрашивали, а чего вы зарубежная тут? Ни один вчера, ни одного противника не было. Вообще не было. А я к каждой полиции, а полиция в разных местах, и подходил вам Евангелие. И Евангелие полиции даже давал. И мусульмане встретились. И мусульманину дал. Я говорю, тут Иса. Да, есть Иса. Марьям, это Мария наша. Ты тут больше узнаешь где-то. Ну, вот благословенный был день. И все это уже в интернете стоит. Ну, почти все. Кое-что соединять надо, в администрацию отправим. Этого ничего бы не было, если бы не община. Вот я даю каждый раз слово, как завещание. Ничего не меняйте, считайте. Помощь Египта будет тщетна. Те, которые пытаются помочь, а сами они веры не имеют. Потому я сказал Богу, сила ваша сидеть спокойно. Вот сидите спокойно, ничего не меняйте. Как принимать? А вот так вот. От трех до пяти лет кандидатский стаж. Стадия оглашенного. Это согласное Слово Божие. Не скоро, говорит, дабы не было нарекания. Как ругополагать. Вот даже относительно детей я смотрю. Я вас очень прошу, ничего не меняйте. По отношению к детям. Смотрите, как называют, какие имена. Вот, Варвара. Мирон, первый раз встречаю. Это Николай, Иоанн и дети. А возьмите здесь. Ливия. Я не встречал. Лилия, да? А здесь Леонида. И остальные имена такие. Даже это. Даже с детьми заниматься. И даже что нам Господь позволил создать, это благодаря общине. Главное, это у нас вот, вот лежит. Мы уйдем, исчезнем, а это останется. Это то, что написано пером, не вырубишь топором. И вот про это хотелось сказать. Вот батюшка сказал, пропел. Пропели тут. И считаю, в конце тоже надо пропеть. Здравия всем, которые были, знают, не знают, которые отошли. Мы наблюдаем, люди, которые были в общине, отошли. Ну, мы так, хотя бы косвенно, держим связь все-таки, знаем. Ни одного нету, чтобы он задержался на той ступени, где был. Вот у нас был, ушел, хотя бы на этом уровне. Ничего подобного. Он попадает туда, где ему сразу ставят. И больше ничего нету. Он ни сказать, не может ни пойти, ни тем более Евангелие раздавать. Община – это семья. И сегодня мы отмечаем нашей общине. Уже, получается, 91-й год. Вот считай. В 2001-м. В 2001-м десятилетии у нас было. Ну, теперь 28 лет. 20, получается, регистрации. Тут все это батюшка говорил. Главное препятствие это у нас было из-за московской патриархии. Настоятель был, Войтой, еще отец Николай, он мне сразу сказал, вас никогда не зарегистрируют. Они придумали закон через Ельцина. Кто здесь 20 лет? Какое отношение? Старш, если мы здесь 20 лет назад были, то зарегистрируют. А там бакисты, которые отошли от этих, там меньше 20 лет, не регистрируют. Ну, отменили, сейчас нет его. То есть они безумствовали. А в это время у меня там уже хорошие были связи. Иван Егорыч один мосюк, или как-то мосюк его. Ну, до того хороший мужик. И вот он рассказывал. У меня юрист помогала, Власова, Валентина Васильевна. Я думаю, брат Севастян знает ее. Они почему-то считаются сильно хорошие юристы такие. И вот. И он мне рассказывает, тоже юрист. И говорит, я делал, трудился, чуть не 300 страниц написал. То ли дипломный или где-то. А который принимал, видимо, он какое-то отношение к Валентине Васильевне имеет. То ли, может быть, он преподаватель там. Он посмотрел и говорит, знаешь что, ты можешь, Иван Егорыч, выше написать. Перепиши. Я думал, в отпуск пойду. Ахнул, говорит. Огорчился сильно. Но когда, говорит, я снова сделал, он похвалил и сказал, мне самое лучшее место дали, я в юстиции сейчас работаю. Поэтому препятствия, какие нам встречаются, Бог помогает преодолевать. И вот этого не было бы места. В центре города я хотел. Ну, не больше как 100 квадратных метров. А то можно было где молиться. А ведь получил это 226 квадратных метров. Это Бог так сделал. Когда мы Ему доверяем. Я все это когда беру, и не посмотрели на Войтовище, зарегистрировали, перерегистрация. И сегодня, я пришел, когда вот это началось, вот это катавасия, это об объединении говорить. Я говорю, мы никто не заставляет вас, вы ставитесь так же. Держитесь о том, мы принадлежали, принадлежим к русской православной церкви за рубежом. И это говорит не кто-то, а метрополит местный, патриархийный. Когда они у нас служат, они провозглашают патриарха Кирилла, потом первая иерарха, русская православная, зарубежная церковь, нью-йоркского, западного, американского. полным чином его нас защитывает. Он зачем бы это делал-то? То есть нас приняли в этом чине. Сидите спокойно, не дергайтесь. А это, это наш друг, метрополит Сергий, он буквально все снял. Обстановка везде изменилась. Ни одного не было, который был вы против. Священники, которые шли вчера, радуются, а батюшка говорит, они уже там, еще на этом были, кто-то сказал, говорит, Лапкинг уже здесь работают. Ну, это Господь так делает. Поэтому, кто хочет знать больше, пройдите там 12 страниц, висит община наша, как было. И вот препятствия этому юноше, о котором говорил батюшка, не может быть. Где жития святого Пьедра Секиота? Это святое, и жития святых. Мать ему настрого запретила ходить, потому что ему надо было идти около 6 километров зимой, а там волки. И мать его пришла в храме, захватила заволос и потащила. И вдруг явился Георгий Победоносец и сказал, отрублите, голову. Только тронет пальцем его. Мать перепугалась и больше никогда не трогала. Видение было. И мы должны взять для этого пример. Вот, Варвару батюшка взял. Отец не угрожал. Он сгнал ее, он сгнал ее и сам участвовал в казни ее. Диаскор. Отец. И она, однако, не уступила девчонка нигде. А вера, надежда, любовь, матерь София ничего не могли сделать. И поэтому надо просто молиться, чтобы решительно человек восстал против. А такой, которой молодуши ничего не будет, не знаем. Я сегодня со мной с сестрой говорил, она так решительно выступает, это вот так. Там, в мусульмане никогда ничего не получится, в семье там невозможно жить. Я говорю, а Бог. Но она говорит правильно по опыту, который, на ее общение. Ну, я тебе скажу, вот, когда у христиан отобрали самого сильного, побивали камнями, сказали бы, да не плачьте, будет еще такой же. Никто не поверил. Такие таланты не на дороге валяются. И сказали бы, посмотрите, вот одежду караулит, главный тут вдохновитель-то. Он будет вместо его. Да выше его. Савл. Так? А теперь стал апостол Павел. У нас потеряевки иногда тут не Анила Александровна. Вот вас не будет с батюшкой. А как мы тут будем? Я говорю, дорогая ты моя сестра, да Бог сделать еще лучше будет. У нас опыт, мы иногда на месте стоим и не развиваемся. Вот у нас люди и пришли, еще есть благовестия. Посмотрите на фотографиях в АГУ, в АГТУ занятия идут. Общины, повторяю, не было этого, не было. Поехать, когда сделать? Получили здесь, приезжали. Тут Иван Семенов, все работали здесь, были. Помню, Зина тут была, все. Наталья, кто может тащит, ты не один. Поэтому нужно это ценить. Вот в этой форме мы продолжаем работать. Главное, это приобретение. У нас было людей через преподавание по радио, я вел занятия, регулярные, еженедельно три передачи давал, по телевидению было, в милиции, и оттуда уверовал, в летном училище, у Сергия Иванникова, диакон сейчас там, Черных что ли, он подошел, а вы меня, наверное, не знаете, а я же был в училище, вы у нас там были занятия, летное училище. У нас работа не прекратилась, мы работаем в интернете. Вот это интернет, мы каждый день благодарим Бога, что Бог дал людям это разумение. Вот вчера мы вечером побеседовали, юноша был здесь, выставили, ну, ставление оттуда валдита. Сегодня встали, уже 650 что ли. Так, Володя? Представь себе, там несколько часов прошло. Это не в университете, нигде этого нельзя сделать. Узнают люди, приезжают каждый год на крещение, все через интернет, через книги. Володя только на почту узнает книги, переслать где-то. Поэтому, о чем батюшка говорил, ну, все помянул, как есть. В то время мы про общину думали, но не знали. Вот я заговорил, заходили по Хромский собор, батюшка стоит, отец Геннадий Фаст, и вот эта вот торговля, вот это все. Чужие люди заходят, через порог выходят. Как сделать? Никак. Значит, поэтому вопросы никак. Чужие все будут. Теперь второе, чтобы торговли не было, как? А уже три точки, теперь в ограде там сделал. Никак. Ну, мы перебирались, тайна и исповедь, которая, чтобы эпидемия работала, чтобы не было бритых, женщины накрашены, другую. Ничего не может быть. Это все пункты, которые нельзя было выполнить. Как только община стала, все выполнили. Буквально сразу. А почему? По терявку приезжает архиерей, привозят хористов, там, Маша, барабаш, себе завела, выходят, как наши все. Приехала секретарь городского УВД Барнаула, Морозова Александра. Тут же в городе переоделась, и приезжает фотография в журнале охрана, это центральный журнал МВД. Она как будто наша. А то ничего нельзя сделать. У меня на это ответ, а еще не начинали. Вот мы это услышали, столько прошли, нас Бог сохранил. Вы не забывайте, что после 19-го, в первое воскресенье, в первое воскресенье, ну, вчера 19-е было, а согласно на другой стороне написанном, в первое воскресенье февраля стал работать наш сайт. Был сайт, а теперь у нас что? Мой мир, там 22 тысячи нашей фотографии, одноклассники, фейсбук, твиттеры, в гугл, инстраграм, в ютубе, контакты. 29 миллионов только посетителей. Понимаете, это все благодаря общине. Как мы должны это ценить? 100 грамм. Вот, мало того, у нас сайт работает, так у нас еще, там разные такие названия, где я даже не бываю в гугле, перепечатают все наши ролики, и там распространяют. Не будьте общины, мы бы с Сергеем не встретились, с Козловым. Так, я сейчас скажу, Алексей, выслушай, у него два ролика, называется, со шестью ватт. Есть какая-то такая система, ты мне помоги ее установить. Я ее боялся, но Сергея увезли, никто не понимает. То есть, он как-то заходит в интернет, человек, и мелькает только раз, неизвестно кто там, туда любой заходит. А ты что такой лежишь? Захлопнули ушли, наконец заходит, а Сергей парализован, это открыл. И они видят, какой-то как чат, чат, я не знаю, как это называется система. Чат рулетка. Так? Чат рулетка. А, во-во-во-во, мне восстановить надо это дело. И мусульмане, мы знали, так ты что лежишь, он 18 лет. Ой, Аллах. И они сочувствуют, а тебе помощь нужна какая? Мусульмане, натолкнулись на парализованное, а такие-то хохочут. И они лучше выглядят. Потом второй раз нашелся юноша, который до конца слышит, что он-то уже исправился, что-то даже. Что-то за ним даже такое есть. Второй раз он опять зашел. И при том, он ничего не делает, сами они это, кадры мелькают, а если кто задержался, остальные уже не могут проникнуть. Он с ними. Я подумал, я бы взял эту эстафету, ты мне помоги, пожалуйста. Потому что я же никакой. Это любой может к вам в дом зайти и день открытых дверей. Ну что, Сергей парализован, я хочу, чтобы у меня было. Его нету, я бы эту эстафету беру. У меня время есть для этого. Так, сестры, вас Господь дал. Вы держите все время в поле зрения тех, которые болеют. Анна Кузьминичина, Унагаева, Мария, всех. Тех, которые где-то без общины, они никого не знают. У нас все на учете до единого. Я уж не говорю, там, роженица, или концерт поставить, и все. Это все благодаря общине. И один ты ничего не сделаешь. Вот только сказали молиться. Молиться. Мы сразу раз, в интернет, и все везде разнеслось. Вот я вам говорил, что появился человек, это, я не вижу, Дмуха, Надя, где она? Если есть там, как-то ее... На работу ушла. Ушла на работу назад. На работу пошла. На работу. Вот она сказала, такой вот есть детей-то много в Америке, Стивен Митчелл. И вот здесь давал интервью, приезжал. Я никакого внимания не обратил. Но я уже лег спать, рассказывал, а она через Володю у меня лежащего достала. И я тогда Володе говорю, не знаю, как она, пусть она как-то найдет. Я тогда в интернете сказал, кто его знает, найдите, со мной свяжите. Утром уже из трех разных мест с ним связали. Но как разговаривали? Теперь установили программу переводчик. Вы даже не знаете, до какого уровня доходит. Мне писать много надо. Я беру микрофон, эту программу включаю и начинаю говорить, добрый день, брат Стивен. Буквы сразу быстро. Добрый день, брат Стивен. Но рядом вторая и написано, на какой язык переводить? Я хочу переводить на китайский. Она одновременно переводит на китайский. Я говорю, на английский. Она по-английски. Ну, некоторые ошибки она там. Когда я говорю, брат Игорь, она не знает, а я говорю, какие горе. Не про горе, говорит. Она не может перевести это. Имена-то неизвестны. И теперь он ночью мне прислал поздравительную сегодня. Это Господь так сделал. Без общины я бы просто не нашел. Надя не подошла бы, я ее знать не знал бы. Я бы не сообщил, ничего этого не было. И он говорит, у нас самая главная задача воспитания детей. Какой должен быть мужчина и какая леди? Леди. Леди должна быть какая? Ну, я ему ответ дал и тут же перевод. Конечно, какие-то маленькие ошибки могут быть, но все-таки это понятно. И сразу дал материал по этой тематике воспитания. Я говорю, прибор сразу переводит на английский, я копирую и его отослал. У тебя телефон включенный, нет? А? Телефон включенный? У меня? Ну. Ну, наверное. Отец Иван что-то не может дозвонить, хочет позвонить. Ну, скажи попозже, через часок. Ну, что он его в... Я слышу. Ну, ты оставь его пока здесь, подержи руку. Люди бы услышали, батюшка. Я отвечаю всегда. Не звонил. Ладно. Нет, так не держим в руках, он сейчас позвонит. Нет, слышно хорошо. Я говорю о том, какое благо Бог дал нам, что мы имя общину. Вот не быть в общине, Алексея бы я не знал. Вы знаете, сколько он переделал бланков, при том с рисунками Гестава Доре. Регистрируем в общину, пищать, это все его была работа. Других-то никого не было. Другие там Витя, Саша придут и загуляют. Звонят. Телефон, телефон. Нет, нет. Вот, телефон. Сейчас быстро посмотрю. Говори, отец Антон. Доброе утро. Ну да. Сейчас мы как раз проводим собрание, и ты в интернете это увидишь. Вон батюшка стоит, говорит, что не берешь телефон, отец Антон звонит. Я говорю, в интернете будет. Сказали, чей пищи будет. Уже три часа занимаемся воспоминаниями. Сейчас кто там это будут смотреть, скажет, ну действительно он прав. Да. Могли бы немного поесть, и потом дальше продолжить. Люди-то сердобольные поедут. Хочешь есть, Вася? Ну а что? Вася всегда хочет. Хочет и молчит, он раздерживает. Да, вот пещерный человек, он должен молчать. Громко и бестолково. Спаси Христос, отец Александр! Знаешь, где ночевал-то? Дома Миша, я понял. Аллилуйя! Спаси Христос! Мы видим, он на дороге. Помолись о парализованном Сергею, и мы вывезли в больницу. С Богом! Так, много-много благословений, отец я вам сказал, и все. Так, вот смотри, вчера тут написали... Василий, ты написал что-то? Написал. Ну некогда было. Сейчас останешься, напишешь. А потом напишешь, а потом назад только еще. А ты писать умеешь? Напиши, почему сколько не было с того времени, как 11 лет назад, сколько пропустил, какая причина, и не сокращай. Пока все до дня не вспомнишь. Он открыто написал все, по какой причине, почему его не было. В общем, это возможно. Ни в одном храме Барнаула с тобой заниматься, да не только в Барнауле, это вообще. На общее сказал, и ушло. Они вот выступают священники, они кому-то отвечают, напротив их сидит человек, они отвечают. У нас все открыто. Которых вот перечисляя самых известных священников, у них нигде это не показано. А что он покажет-то? И в церкви, кто как ведет себя, они еще не видят. А могут сказать, что а вы псевдоправославные, там и проще. Это Бог будет решать. Поэтому я благодарю Бога каждый день, чтобы Господь сохранил и расширил пределы общин. Потеряевки прислал добрых людей с детьми, и чтобы сохранили школу. Вот такой молитвой молюсь. Аминь. Я, понимаете, к этому отношению имею самое близкое. Сразу обращаюсь к вам. Вы не чужие. Какие недостатки знаете в общине, ну и, конечно, во мне. Что я должен изменить? Это тот рубеж, на котором можно уже что-то решать. Ну, 28 лет. Еще тут говорить. Ну, он говорит, запугал, зазомбировал, сидят все, молчат, как Тамара одна. Еще нету. Телефон доверен. Я благодарен, Господу, за всех вас. Потому что помощь на всех сторон. разная. Я спрашиваю. Галина, то, что ты дали объявление о помощи роботам, поступает что-то или нет? Мне пишут иногда, говорят, вы узнаете, хоть поступает или нет. Видите как, это вообще невозможно. Детей нету. Дали объявление, но не на пустом месте уже, да? Видите как. Кстати, Иване, Отрак, Иване, молитесь, он хворает, обследует сейчас в диагностическом центре, у себя там по месту жительства, поликлиники, надо разобраться, что у него там, какая болячка. Общее, да? Домогание? Да. Ну, такие вот симптомы, которые... Это растешь быстро. Витамины нужны. И нагрузка физическая. Наши порядки нигде не менять. Абсолютно нигде. Даже сестрам шторки не отрывать, они прибитые. Все время должно быть закрыто. Там закрыто. Ну, запомните, будете что-то крайне необходимо. Сделали вот это вентилятор. На каждом метре не сверлите. Этого достаточно 3. Я так даже беспокоюсь. Вот начнете что-то химичить, как говорится, и вы запуркайте. Здесь абсолютно все обдумано. 21 год уже только здесь мы сидим. Завершаем. Да. Нина из Осинников передавала, звонила приветствие. Старенькая. Очень, да. И что она нас помнит, но она тоже старая, немощь становится просим. Ой, Господи. А тот Сергий, который у нее был, он где? Давно конный. Завершаем. Достойная сняка воистину уложить и обладать